Всем привет, ребята! С вами я, Александра. Это передача до 17 и старше. В Москве началась неделя моды. И я сейчас вам все расскажу. Сегодня будет происходить праздник моды. И моды именно для детей. Потому что уж то, кто одет и всегда спорят с родителями, как они хотят одеться. Это им нравится, это им не нравится. А сегодня наверняка дети будут выглядеть в том, в чем им хочется ходить. И, по крайней мере, в этом они будут выглядеть точно стильно, потому что над этим поработали большие профессионалы. А сейчас я пообщаюсь с моделями, которые участвуют в модном показе. Как вам сегодняшние впечатления о показе? Привет! Все очень круто. Показ выполнен на высоком уровне. Все понравилось, но было сложно. Привет! Все было интересно и познавательно. Что вам нравится в своих нарядах? Сочетание цветов и то, что это удобно. В этой одежде очень удобно и комфортно. То, что это стильно и достаточно удобно. Волновались ли вы перед выходом на сцену? Да, конечно, небольшое волнение присутствовало, но я с ним справилась. Немного было, но все получилось. Нет, так как на таких мероприятиях уже далеко не первый раз. Что для вас мода? Я думаю, что мода – это явление временное, но именно в этом коротком периоде, когда царствует мода, нужно уметь выразить себя и свой стиль. Мне кажется, вот мода – это такое временное явление. Это общепризнанные базовые тренды, которые входят на какой-то период. Все активно их используют. Новые формы, новые модели, цвета. И то, как не потеряться в модных тенденциях, у каждого есть свой собственный индивидуальный стиль. И самое важное – выразить себя, найти свой почерк в моде. Расскажи о своем выступлении. Кто автор такой удивительной песни? Автор песни «Я» – это мои слова. Песня выпущена на русском и на английском языке. Сегодня я исполняла ее на английском. И надеюсь, что всем она очень понравилась. Продолжи фразу. Мода – это… Мода – это, скорее всего, стиль жизни. Ваше настроение, ваше внутреннее, ваше что-то душевное. Наверное, да. Вот так вот. Согласны ли ты с фразой «встречают по одежке, провожают по уму»? На самом деле, в наше время – да, чем нет. Но я считаю, что так делать ни в коем случае нельзя. И не всегда нужно гнаться за красивой обложкой. Ведь в любом случае, после знакомства с вами, вас увидят. И увидят ваш внутренний мир. Поэтому не всегда хорошая картинка, та хороша на самом деле. Где можно познакомиться с твоим творчеством? С моим творчеством можно познакомиться на моем YouTube-канале Настя Годунова, в моем Instagram и в моем ВК. Я везде, как Настя Годунова. Чем отличается детская неделя «Мода» от взрослых? Ну, во-первых, на детской неделе работают дети, на взрослые – взрослые. Но для меня, как для режиссера, конечно, есть различия. Потому что с детьми нужно быть немножко помягче, да, немножко понятнее все объяснять. И, конечно, на детской неделе очень приятно работать, потому что безумное количество, ну, просто положительных эмоций. То вы плачете, то вы смеетесь. Ну, просто все шикарно. Что сегодня будет происходить? Сегодня у нас детский показ мод. И у нас концепция по Сент-Экзупери «Маленький принц». Каждый дизайнер – это отдельная планета. И он показывает свою концепцию, свою историю. Что нам диктует «Мода весна-лето»? В своих коллекциях «Лето» мы предусматриваем только трендовые, молодежные, классные коллекции, в том числе яркие, сочные фуксия цвета. Какая вещь, на ваш взгляд, должна быть обязательно в гардеробе? Топики, туники и, конечно же, платья. Еще лонг-сливы. Что такое лонг-сливы? Ну, ты знаешь, если простым языком, то это такая красивая кофточка с полудлинным рукавом, которую можно хорошо сочетать с джинсами, юбками или даже шортами. Что вам понравилось на неделе моды? Очень много интересных, творческих, молодых дизайнеров представлено на неделе моды. Но наша коллекция, безусловно, о том, что будет интересно каждому ребенку. У нас коллекция под кошечку, сделанная с ушками, стилизация под котиков-моркотиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любой ребенок может прийти и заниматься в вашу студию? Вы знаете, да, наши студии, они просто для всех. У нас существуют даже группы «Леди», это «Мамы», это целое движение «Леди», у нас фестиваль «Леди». В студиях школы Алла Духова и Тодос одаренные дети. Дети из детдома и малообеспеченных семей занимаются абсолютно бесплатно. Алла с удовольствием дарит гранты на обучение таким детям и всегда приветствует и поддерживает юных талантов. Детям я всегда желаю быть счастливыми, озорными, свободными, чтобы они нашли свое любимое занятие в этой жизни, уделяли этому внимание. И, конечно, чтобы все их детские мечты рано или поздно воплотились в реальность. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была я, Александра.